Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей неделе вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Их работа помогает людям. В Рязани пройдет форум добровольцев. Вызов принят. Рязанский фельдшер занял второе место во всероссийском конкурсе «Лучший специалист». Нарушители сняли с рейса сотрудники ГИБДД, проверили работу коммерческого транспорта. Разборки с полицией и пострадавшая детская площадка. Таков итог опиловки деревьев во дворе дома на улице Стройкова. Жители требуют, чтобы территорию привели в порядок. Тем более, что проводить работы не просили. Как уничтожают двор, где росла жена и куда ходил гулять с детьми, Андрей Куликов увидел с балконом. Возле его пятиэтажки 94 дробь 41 по улице Стройкова росли тополя. Деревья не были старыми или аварийными, но приехали рабочие и начали их пилить. У нас дети. Они играют на этой площадке в тени этих деревьев. Деревья свежие абсолютно. Зеленые. Никакой опасности они не представляли никому. Андрей попросил прекратить работы и показать документы, на основании которых они проводятся. На что сотрудники вызвали полицию. Прибывший наряд выяснил – все законно. Разрешение, несмотря на то, что деревья свежие, прямо в бумагах было написано – деревья хорошие, живые, свежие. Но высота их превышает 12 метров, и они слишком разрослись. Поэтому их надо было убрать. От аварийной обрезки пострадали не только деревья. Ветки, которые рабочие бросали с большой высоты, повредили горку на детской площадке. Упал фрагмент дерева, то есть ствола дерева. И при падении повредилась вот эта деревянная порча. Теперь эта горка, по сути дела, непригодна к ее использованию. То есть любой ребенок, вот проезжая, может легко занозить эту руку. Герман Поляков обратился в дирекцию по благоустройству и администрацию города. Зеленые насаждения спасти уже не получится, а вот привести в порядок детскую площадку еще можно. Жители надеются, что их обращение не останется без внимания. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». С 17 по 20 сентября в регионе пройдет форум добровольцев ЦФО. Участниками станут более 300 волонтеров из 29 регионов страны. Все они лучшие представители добровольческих организаций, активисты и общественные деятели, которые ежедневно и безвозмездно помогают другим людям. Именуются они громким словом «спасатели». Это не место чрезвычайной ситуации. Так проходят тренировки участников Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Здесь якобы произошел обвал. Добровольцы натянули альпинистскую веревку, и это 100 метров в длину. Чтобы веревка не перетерлась, ребята закрепили ее узлом булин, который также позволяет правильно нагрузить всю поверхность. Еще очень важно, как можно сильнее натянуть веревку. Это даст возможность при необходимости произвести транспортировку человека или груза. Рязанские добровольцы выходят в парк несколько раз в неделю. Остальное время – теоретические занятия. На которых они учатся оказывать первую помощь, проходят теоретические основы альпинизма и правила поведения при ЧС. Пока мы снимали тренировку рязанских добровольцев-спасателей, ребятам поступил реальный вызов. Позвонила женщина и пожаловалась на то, что ее кошка забралась на дерево и самостоятельно слезть никак не может. Сейчас мы вместе с ребятами туда отправимся. Как рассказали местные жители, кошку заметили в 8 часов утра. Мы вместе с добровольцами приехали в 18 часов. Весь день она не могла слезть самостоятельно. Ребята поспешили на помощь. Операция по спасению пушистого пострадавшего затянулась на несколько часов. В итоге ее удалось снять, когда на улице было уже совсем темно. Такие вызовы для волонтеров-спасателей не редкость. Кроме того, они помогают спецслужбам и скорой помощи в транспортировке пациентов. Руководитель отряда Руслан Юрченков решил стать добровольцем, когда Рязань была в дыму. Летом 2010 года он помогал тушить пожары. С тех пор он всегда на посту. Также Руслан принимал участие в ликвидации последствий взрыва на осеннем переулке. Вместе с другими ребятами разбирал завалы. Когда попадаешь в руины и видишь, что где-то детская кроватка стоит, которая спала ребенок, где-то еще что-то. И все это не в том виде, в котором мы привыкли это видеть, а находится в стайне руин. Тут приходит понимание того, что то, что здесь творилось и то, что здесь творится сейчас, это страшно. Есть среди бравых ребят и девушки. Хрупкая на первый взгляд Полина на самом деле уже опытный поисковик. Осенью потерялся дедушка, ушел в лес за грибами и пропал. В таком деле самое важное – это быстрее выйти на помощь. То есть чем быстрее соберется группа, чем быстрее они отправятся на поиски, тем больше вероятность того, что человека найдут живым и невредивым. То есть нам повезло, очень быстро все сработали, и дедушку мой в итоге нашли. Сейчас в отряде более 120 человек. Каждый готов рискнуть своей жизнью. Здесь важен каждый участник, а еще поддержка рядом стоящего. Именно это может стать спасательным кругом, если вдруг произошла трагедия. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Нарушители сняли с рейса сотрудники госавтоинспекции. Совместно с ведомствами, контролирующими работу общественного транспорта, проверили водителей коммерческих автобусов и такси. Только за 8 месяцев по их вине совершено 44 ДТП, в которых 1 человек погиб и 76 получили ранения. Подробнее в сюжете Дина Исляевой. Сотрудники ГИБДД приехали на конечную остановку Новоселов 60. Первый автобус, техническое состояние которого проверили 60-й. Люфт рулевого управления в порядке других недочетов нет. Он может ехать по маршруту. Если бы нашли нарушение, водителю выписали бы штраф, машина бы дальше не поехала. Автобус ставим на специализированную штрафную стоянку и не допускаем дальнейшего движения. А для водителя 98-й маршрутки рабочий день окончен. Во время проверки госавтоинспекторы увидели, что в конструкцию транспортного средства владелец внес изменения, не согласовав их с ГИБДД. Маршрутку, в которой предусмотрены только сидячие места и изначально предназначенную для междугородних перевозок, пустили на городской маршрут. Было произведено демонтаж одного пассажирского сидения. Перевозчик изначально постарался даже позаботиться о безопасности, воткнул заглушки. Но, как видим, в процессе эксплуатации они вылетели. Соответственно, теперь водителю грозит штраф 500 рублей. Выпишем, проведем проверку в отношении перевозчика, должностного лица, как, почему он выпускался. И с маршрута данный автобус будет снят. Сам водитель в том, что перевозил пассажиров, нарушая безопасность, не сознается. Уверяет, кресло сломали, а не убрали. И просто не успели отремонтировать и поставить на место. Ну, сидушку сломали, сделали ее. Я сейчас поеду поставлю. Заварили. Спинку оторвали, она откладывается и оторвали ее. Поэтому сняли, чтобы заварить. Планируете выйти на маршрут дальше, да? Ну, естественно, я поеду поставлю. Мне привезли ее вчера вечером, так поздно. 5 тысяч штрафа заплатит сотрудник, проверявший состояние еще одного автобуса. Машина, ездить в которой опасно для жизни, перевозила рязанцев. На покрышке данного транспортного средства имеется боковой порез. Это является нарушением и может привести к взрыву колеса, а также потере управления транспортным средством. Статистика ДТП с участием автобусов выглядит пугающе. Только за 8 месяцев этого года 112 человек получили ранения. Два человека погибли в таких авариях. В августе текущего года по вине водителей автобусов совершено 4 ДТП, в которых один ребенок погиб и 3 человека получили травмы. По видам ДТП в августе произошло одно столкновение, два наезда на пешеходов, один наезд на стоящее транспортное средство. Сейчас в регионе проходит профилактическая акция «Автобус», в рамках которой сотрудники госавтоинспекции проведут еще не одну проверку коммерческого транспорта. Не исключено, что не выход некоторых авто на маршрут спасет еще не одну человеческую жизнь. Дина Ислева, Станислав Кудрюшов, телекомпания «Город». Рязанцы снова в числе победителей. Подведены итоги третьего всероссийского конкурса «Лучший специалист со среднем медицинским и фармацевтическим образованием». В номинации «Лучший фельдшер» второе место заняла Ольга Базовкина, фельдшер скорой медицинской помощи. Как изменилась ее жизнь после победы, смотрите в нашем следующем сюжете. После призового места на всероссийском конкурсе жизнь фельдшера скорой медицинской помощи практически не изменилась. Ольга Базовкина все так же заступает на суточное дежурство через каждые три дня и все так же помогает нуждающимся. Ты на работу идешь с полным чувством ответственности, что на тебе лежит вся ответственность того или иного больного, кому ты будешь оказывать помощь. И всегда у меня в голове срабатывает такая доминанта, что к каждому пациенту я отношусь как к своему родственнику. Конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2018 года проходил в три этапа. В начале – региональный. Участники отправляли видеопрезентацию и отчет за три года с 2015 по 2017. Ольга Базовкина стала лучшим специалистом в регионе, завоевала первое место. После победы главный врач городской станции скорой медицинской помощи настоял на том, чтобы женщина поучаствовала и во втором этапе конкурса – всероссийском. Как итог – второе место. Мы все, как узнали, очень искренне обрадовались. В некоторой степени негодовали, почему не первое место. Мы считаем, что она абсолютно достойна. Действительно, вот вы можете пройтись по всей станции, спросить у кого угодно. Базовкина для нас символ радости, смеха, чего-то хорошего, светлого, доброго. На спецовке Ольги Базовкиной красуется небольшая брошь – символ медицины, которую так легко принять за награду. Хотя женщина считает, что победа на конкурсе – это заслуга всего коллектива, который помогал ей на протяжении всей работы. В 22 года Ольга устроилась санитаркой в военный госпиталь. Через два года женщина подумала о том, что она может добиться большего. Ольга поступила в Рязанский медицинский колледж, который закончила с красным дипломом. В 2006 году устроилась работать на станцию скорой медицинской помощи. 12 лет спустя о своем выборе не пожалела ни разу. Оказывать помощь людям, я ее всегда оказывала, оказываю и буду оказывать. Это мое призвание. Я просто от своей работы получаю удовольствие. Трудности на пути Ольги, конечно же, были, однако всегда с ними справлялась. Вот только призналась честно за свою практику, мне приносить работу в дом она так и не научилась. Возвращаясь домой, женщина все так же звонит в стационар, чтобы узнать состояние того или иного пациента, которому она помогала. По совместительству Ольга работает преподавателем в медицинском колледже. Весь свой опыт она передает студентам, как когда-то давно всему необходимому обучали ее. Руководство городской станции скорой помощи заявляет, что выдающихся работников у них много, и каждый достоин отдельного упоминания. Ведь, как сказала Ольга Базовкина, победила в конкурсе не она, а весь коллектив. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям недели. Стали известны имена депутатов нового созыва Рязанской городской думы. Напомню, выборы прошли в единый день голосования, 9 сентября. Всего было 20 избирательных округов. В областном центре работали 190 избирательных участков. Подробнее расскажет Мария Рудая. Напомню, в ходе выборов по одномандатным округам «Единая Россия» получила 17 мандатов. ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» по одному. По данным избирательной комиссии, по спискам прошли 8 кандидатов от «Единой России», 5 человек от КПРФ, 5 от «ЛДПР» и 2 кандидата от «Справедливой России». По партийным спискам в числе избранных оказались и представители Госдумы Владимир Жириновский, Александр Шерин, Андрей Красов и регионального парламента Татьяна Панфилова. У депутатов было 5 дней для того, чтобы отказаться от мандата. Как и ожидалось, отказались Владимир Жириновский и Александр Шерин. ЛДПР в городском парламенте будут представлять Дмитрий Панкин, Дмитрий Репников, Дмитрий Володин, Павел Ахунов и Никита Усачев и одномандатник Олег Шишов. От КПРФ в Гордуме будут работать Петр Пыленок, Эвелина Волкова, Денис Сидоров, Константин Дементьев, Алексей Захаров и одномандатник Денис Маляков. Депутат облдумы Сергей Пупков тоже от мандата отказался. «Справедливую Россию» представят Александр Кривов, Александр Семенюк и одномандатник Сергей Караев. Большинство новоизбранных депутатов являются членами партии «Единая Россия». Помимо 17 одномандатников, еще 8 членов представят партии по результатам по партийным спискам. «На основании протокола избирательной комиссии муниципального образования города Рязань о результатах выборов по единому избирательному округу и протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов по одномандатным избирательным округам избирательная комиссия муниципального образования города Рязань постановляет 1. Установить общие результаты выборов депутатов Рязанской Градской Думы. Считать избранными 20 депутатов по одномандатным избирательным округам и 20 депутатов по единому избирательному округу. Список избранных депутатов Рязанской Градской Думы прилагается к настоящему постановлению». Напомню, в выборах принимали участие более 90 тысяч рязанцев. Явка составила почти 22%. С результатами и списками по единому и одномандатному округам можно познакомиться на сайте городской избирательной комиссии. Мария Руда, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Нововведения из прошлого для молодых мам россиянка могут предоставить возможность ходить на работу с детьми дошкольного возраста и оставлять их в специально оборудованных помещениях прямо в здании организации. Что думают рязанцы об инициативе Минтруда России, выяснила Галина Кудряшова. Олеся Котровская – мама двоих детей. В первый декретный отпуск она ушла еще 4 года назад, однако выйти из него не может до сих пор. Дело в том, что старшая дочь Вероника ходит в садик, а младшую Ангелину принимать отказываются. Как только она родилась, я ее сразу поставила на очередь в детский садик, в ясельную группу 66-й. Но сейчас стало известно, что ясли закрыты. И закрыты не только в этом саду, но еще и в других садах, которые находятся в нашем районе. То есть рядом с нашим домом 66-й, 8-й и 119-й сад. Везде ясли закрыты. Из доступных вариантов только соседний район, но ездить туда девушке неудобно. К тому же, если она согласится, то потеряет очередь в садике рядом с домом. Для решения подобных проблем Министерство труда России предложило работодателям создавать детские группы прямо на рабочих местах. Это должно помочь женщинам выходить из декретного отпуска раньше трехгодичного срока. В Рязани подобная практика уже была. В 1982 году заработал ясли сад «Солнышко» приборного завода. В советские годы приборный завод был достаточно крупным промышленным предприятием. И, естественно, работало там очень много молодых людей, создавали семьи. Несмотря на то, что недалеко от нас на улице Семена Середы у приборного завода уже был детский сад, тем не менее, мест не хватало. Однако в 2000-х годах детский сад, рассчитанный более чем на 250 человек, передали городу. Он стал классическим муниципальным объектом, ведь содержать его предприятие стало накладно. Сейчас у нас практически, наверное, уже и не осталось детей сотрудников приборного завода. Но, может быть, у кого-то есть еще остались бабушки, работающие на приборном заводе. Мамы, папы у нас нет. Идею детского сада при предприятиях теперь возрождают в современном формате, когда мама и ребенок находятся рядом друг с другом. Однако предложение поможет лишь тем сотрудникам, которые могут совмещать работу с присмотром за детьми. Это нельзя сделать по щелчку пальцев человеку неопытному в этом. То есть, если делать этот проект, нужно брать людей, тех, кто этим вообще занимаются и занимались организацией вот такого вот совместного рабоче-учебного времяпрепровождения мам и детей. Основные затраты будут состоять из аренды. По ГОСТу на каждого ребенка должно приходиться не менее двух квадратных метров. Однако на практике требуется значительно больше. Ведь в детской комнате воспитанники будут питаться, спать и играть. А чтобы мама могла полностью сосредоточиться на работе, потребуются услуги няни. Зависит от сотрудника. Если это особо ценный сотрудник, то да. То есть, здесь все экономически должно быть обосновано, смотря сколько он приносит. Ну, грубо говоря, вот у меня есть менеджер, да, я знаю, что она генерирует оборот полтора миллиона в сезон. Это много. То есть, чистыми она мне приносит явно больше сумму, чем которая будет стоить. Ну, я и няню могу нанять. То есть, все нормально. Вот. Это да. Вот. А для сотрудников рядовых, ну, здесь, мне кажется, это не очень будет экономически обосновано. Скорее всего, затраты на содержание детской комнаты лягут на плечи родителей. А сумма будет сравнима с оплатой частного детского сада. К тому же, предпринимателям придется получать дополнительную лицензию. Сейчас разработка инициативы продолжается. Министерство труда просит предпринимателей присылать свое предложение до 1 июля 2019 года. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Камеры фото- и видеофиксации скоростного режима уже стали нормой для города. Вот только автолюбители по-прежнему спорят о законности их установки, а также знаков, которые устанавливают перед ними. В этой и других ситуациях на рязанских улицах разбиралась наша съемочная группа. На северной окружной дороге водители ежедневно проезжают мимо камер фото- и видеофиксации установленной треноги. Если в сторону улицы Бирюзовой висит предупреждающая табличка о том, что ведется запись, то в обратном направлении такого указателя нет. По словам специалистов, со знаками дела обстоят довольно интересно. Табличка «Ведется фото- и видеофиксация» относится к знакам дополнительной информации. И ничто не обязывает дорожной службы или ГИБДД устанавливать такой знак в тех местах, где ведется съемка нарушений скоростного режима. Однако, по словам специалистов, практически каждая ситуация уникальна и спорна. Но с треногами все куда яснее. Касаемо предупреждающих знаков о том, что ведется фотофиксация, законам не предусмотрено на передвижные технические средства фиксации правонарушений. Для треног существует только инструкция по их установке и эксплуатации, определенное расстояние от дороги, необходимая высота и так далее. Чаще всего треногу в Рязани можно увидеть на северной окружной. Устанавливают ее летом, с началом пляжного сезона. Вот только сейчас сентябрь, а знак все равно висит. Однако, после визита нашей съемочной группы, дорожный указатель демонтировали, а треногу убрали. А вот где бы камеры фото-видеофиксации точно не помешали, так это на новом перекрестке улицы Горького и площади Ленина. Это пересечение дорог сразу обрело дурную славу после многочисленных аварий. 19 августа одна из таких закончилась трагедией. На перекрестке мотоциклист столкнулся с автомобилем. Водитель машины не уступил дорогу. В результате мотоциклист погиб. Никаких знаков, говорящих о том, как проезжать злополучный перекресток, нет. Сергей Гуськов рассказал, как нужно ехать на данном пересечении дорог. Руководствуемся правилами дорожного движения. Правила правой руки при проезде перекрестка. Значит, автомобили, которые двигаются со стороны площади Ленина по улице Горького в данном направлении, они имеют преимущественное право проезда, как и направо, так и по прямому направлению. Новая развязка – это не единственное нововведение на площади Ленина. Изменили и правила на платной парковке. Судя по знакам, одностороннее движение начинается сразу после парковки. Это означает, что отсюда можно повернуть как направо, так и налево. Однако, если водитель все-таки решит повернуть в сторону улицы Горького, то он может спровоцировать очередное ДТП. Ведь обе полосы заняты транспортом, движущимся в сторону торговых рядов. Ситуация с дорожными знаками в Рязани не совсем идеальна, однако вряд ли в стране найдется город без недостатков. С другой стороны, повлиять на появление того или иного указателя может любой житель города. Для этого достаточно обратиться в управление благоустройства. Телекомпания «Город» также решила попробовать улучшить ситуацию на перекрестке к лучшему. Ведь любой желающий может подать заявление на установку того или иного дорожного знака. Кто знает, может на заполучной перекрестке в скором времени и появится знак «Уступи дорогу». Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания «Город». Пришлось топором открывать забитые школьные двери. Во время учений по пожарной безопасности в Льговской школе начальник главного управления МЧС Сергей Филиппов наглядно показал руководителям отделов образования разных районов, какому нормативу должен соответствовать размер входной двери, чтобы эвакуация при пожаре прошла успешно. Об учениях спасателей в нашем следующем сюжете. По легенде учений в школе из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание, сработала пожарная сигнализация. Учителя сразу же эвакуировали детей. На место приезжает первый расчет, оценивая ситуацию. Выясняется, что три ребенка выйти не смогли. Спасатели сразу же вызывают подкрепление и неотложку. Первый ребенок обнаружен. Он на третьем этаже. Чтобы его спасти, разворачивает так называемый «куб жизни». На это уходит всего 7 минут. Спрыгнуть на него можно с высоты до 15 метров. И вот первый условный заложник огня спасен. Пострадавший успешно был эвакуирован, вернее спасен на третьем жизни. И сейчас пожарный расчет производит его доставку в автомобильскую скорую медицинскую помощь. В это время пожарные продолжают искать остальных детей. Второго спасают при помощи петли на специальной веревке, спускают вниз. Единственный участник учений ученик, а не манекен в роли третьего пострадавшего. Его находят в коридоре, надевают специальный шлем, позволяющий дышать в задымленном помещении и выводят из школы. Сначала испугался, потом, когда пришли, очень быстро надели маски и помогли выйти спокойно. Реально, ну не знаю, страшно, конечно, стоять. Но спасут и все равно должны спасти. Работу над ошибками начальник главного управления МЧС Паризанской области проводит сразу же на месте. В условиях учений из школы успели эвакуировать всех учащихся, спасти всех условных пострадавших. Но что было бы, случись настоящий пожар. Раз, два, три, четыре. 80 сантиметров. Сколько должно быть? Давайте детям хором. Путь эвакуации должен быть не менее метра двадцать. Решить проблему предлагают сразу же открыть дверь при помощи пожарного топора. Здесь сначала оторвать надо. Видишь, у них забито все. Отрывай. Ты же принимал. Вот. О, молодец. Дальше открывай теперь. Давай, ломай. Молодец, еще раз. Молодец. Вторую дверь выбиваем. Давай, давай, выбивай. Раз. Так. Наказывать руководство этой школы не будут, а руководителям отделов образования из районов, которые присутствовали на учениях, теперь нужно проследить, чтобы эвакуационные выходы и выходы из школ требуемым нормативам соответствовали. В каждой школе пройдут такие занятия без исключения. Просто мы сегодня собрали для того, чтобы показать руководителям. А в каждой школе проведут директора и с практической отработкой вопросов с участием пожарно-спасательных подразделений. Подобные учения пройдут в учебных заведениях региона до 20 сентября. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Матч Лиги Чемпионов прошел на стадионе ЦСКА. Женскому футбольному клубу «Рязань-ВДВ» противостояла команда «Русенгорд» из Швеции. Посмотреть на игру высочайшего класса могли все желающие. Вход на стадион был свободным. Под аплодисменты болельщиков на поле появляются игроки российского и шведского клубов. Здесь и члены сборных, и спортсмены с мировыми именами. Сегодня они сразятся на Рязанском стадионе ЦСКА. Тренер регионального клуба Константин Климашин настраивал спортсменок на игру за несколько дней до матча. Всей командой они обсуждали противника, его сильные и слабые стороны. Все дни подготовки к матчу Константин Климашин говорил, что «Рязань-ВДВ» по силам обыграет шведский «Русенгорд». Сейчас команде нужно подтвердить слова делом. На поле идет ожесточенная борьба за мяч. В футбольном клубе «Рязань-ВДВ» играют три спортсменки из женской сборной России. Одна из них – Елена Данилова, нападающая, лучший бомбардир 2005-2006 годов. Две другие – Надежда Колтакова, полузащитник, и Анна Беломыцева, защитник. Шведскому «Русенгорду» тоже есть чем похвастаться. В его составе играет одна из самых титулованных футболисток Европы Анна Митак – центральный нападающий. Она выиграла практически все награды, которые, возможно, на клубном и национальном уровнях. Эту игру можно смело назвать противостоянием сильнейших, поэтому увидеть это зрелище пришли сотни болельщиков. Поддерживают игроков и председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин, заместитель председателя правительства Рязанской области Лариса Крахалева, а также министр физической культуры и спорта региона Сергей Кряников. Фанатский сектор не умолкает. То и дело раздаются кричалки, песни, а в поддержку футболисток повесили большой баннер с надписью «За кубком». Юная участница Рязань ВДВ Лиза Лазарева рассказала, что сейчас команда выполняет все установки тренера. В целом мы выполняем установку тренера, играем на быстрых атаках, не даем обыгрывать себя. Опасных моментов за первый тайм создавалось достаточно. Практически каждые несколько минут болельщики задерживали дыхание и смотрели за исходом новой атаки. Напряженная игра никого не оставила равнодушным. Игроки падали и снова поднимались. Травмы не свалили никого. Первый тайм закончился со счетом 0-0. Один из болельщиков, тренер-преподаватель по футболу, прокомментировал исход первого тайма. Игра смотрится напряженно, с небольшим территориальным преимуществом наших гостей. Но наша команда выглядит достойно, тоже создает моменты. И я думаю, основная борьба еще развернется в втором тайме. С началом второго тайма счет на таблоне менялся на протяжении практически 45 минут. На последних секундах игры шведский Русенгорд прорвал оборону Рязанок и забил свой первый гол. Но на то, чтобы отыграться, у Рязань ВДВ оставались считанные минуты добавленного времени. После финального свистка судьи счет матча остался неизменным. Правда, опускать руки еще рано. Как сказал тренер региональной команды Константин Климашин, нам по силам обыграть шведский клуб. И 26 сентября состоится ответный матч в городе Мальмео, где рязанки смогут показать свои силы. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. В Рязани открылась 19-я клиника медицинского холдинга «СМ-клиник». Центр оснащен современной техникой. В нем есть взрослое и детское отделение, стационар. Обо всех возможностях клиники в нашем следующем сюжете. 2800 квадратных метров, три этажа. «СМ-клиника» по праву может считаться самой крупной частной клиникой в Рязани. Я надеюсь, что жители Рязани к нам будут ходить, будут у нас лечиться и будут о нас хорошо отзываться. Я вас всех поздравляю. Давайте откроем нашу новую клинику. В день открытия для гостей устроили экскурсию. На первом этаже для удобства пациентов расположен кабинет функциональной диагностики, где могут проводиться исследования ЭКГ. Рядом процедурный с удобными креслами. Пациентам смогут ставить капельницы, наблюдать за их состоянием после длительных процедур. Планируется у нас следующим этапом – это открытие рентген-диагностики. Планируется открытие эндоскопической гастроколоноскопии. Планируется открытие малооперационной в условиях дневного стационара. Открываются практически все направления, которые необходимы человеку для обследования и лечения. Приходят сюда высокопрофессиональные доктора. Отдельная гордость – СМ-клиника кадры. Здесь будут работать кандидаты и доктора медицинских наук. Все оборудование в клинике современное. Аппарат УЗИ экспертного класса. На втором этаже клиники – детское отделение. У нас планируется также годовое обслуживание детей от 0 до 18 лет по возрастным категориям. Планируется также ведение беременности. Это первый триместр, второй триместр, третий триместр. Планируется в дальнейшем профосмотр. В детском отделении свой кабинет вакцинации и процедурный кабинет. Здесь будут вести прием эндокринолог, кардиолог, педиатр, детский гинеколог, уролог, андролог. На втором этаже часть помещений – взрослое отделение. Здесь уже принимают узкие специалисты. Кабинет лор-врача оснащен современной аппаратурой, соответствует последним стандартам медицины. Есть лор-комбайн, видеостойка, эндоскопы, аудиологическая аппаратура, аудиометр, темпонометр. Цены будут рязанские, несмотря на то, что это московский холдинг, несмотря на то, что это московское качество. Если человек зашел в данную клинику, он может получить всю помощь сразу, не выходя за пределы нашего крыльца. СМ-клиника уже открыла двери для первых пациентов. Находится она в 15 минутах езды от центра города по адресу улица Васильевская, строение 3. Пациентов ждет московское качество по рязанским ценам с 9 до 21 часа, без выходных и праздничных дней. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Карасир. 15 минутах езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok